Всем привет! Вы находитесь на канале Реминфострой. Разновидности бетонных полов. Инструкция по монтажу бетонного пола своими руками. В зависимости от того, где будет эксплуатироваться бетонный пол, зависит технология его изготовления. Особенное внимание требует технологический процесс изготовления бетонного пола в промышленной зоне, главная задача которого – выдерживать огромные нагрузки. В качестве альтернативы традиционному покрытию все чаще в квартирах, домах и складских зонах устраивают современные полимерные полы. Обо всех разновидностях бетонных полов и о способах их заливки пойдет речь в этом видео. Выбирая бетонный пол в качестве основания, от него ждут долговечности, прочности, влагоустойчивости, нетребовательность в уходе, нескользкое покрытие, отсутствие плесени и грибка, которым подвержены деревянные настилы. Все это делает его выигрышным вариантом для пола, как в жилых домах, так и во влажных и неотапливаемых помещениях. Если делать бетонный пол своими руками, соблюдая все правила, то он прослужит не одно десятилетие, без значительных разрушений. Разновидности бетонных полов Условно бетонные полы делятся на два вида – классический из бетонного раствора и наливные полимерные. Если бетонный пол делается в жилом помещении, например, в квартире, то его выполняют по стандартной схеме. Намного сложнее дело обстоит в складских или производственных зонах. Еще до создания проекта здания нужно просчитать предполагаемые нагрузки, которые будут оказываться в дальнейшем при эксплуатации. Кроме того, определяется степень воздействия химикатами и температурные перепады. Все это в совокупности оказывает сильное воздействие на бетонный пол. При заливке пола на складе рассчитывают высоту будущих стеллажей и их максимальную нагрузку. Это поможет дать реальную оценку несущим возможностям грунта, который выполняет функцию подстилающего слоя. Взяв это во внимание, получится экономически выгодный проект бетонного пола, так как будет правильно подобран способ армирования, марка бетона и толщина заливки. Наливные бетонные полы Наливные полиуретановые полы имеют эстетический внешний вид, без дополнительных обработок верхнего слоя. В зависимости от предназначения, такие покрытия имеют разную степень эластичности и прочности. Они длительное время выдерживают большие нагрузки, вибрацию, удары и перепады. Наливные эпоксидные полы имеют высокие прочностные характеристики, устойчивы к истиранию и химическому воздействию, а также выпускаются в большом цветовом ассортименте. Однако эластичность и прочность к ударам у него низкая, но это можно исправить, если в состав добавить кварцевый наполнитель. Акриловые наливные полы отличаются высокой устойчивостью к сильным температурным колебаниям, прочностью на растяжение, а благодаря устойчивости к ультрафиолету их нередко применяют на открытых площадках. При выборе того или иного вида пола надо обращать внимание на состав. Если в нем присутствуют дополнительные упрощающие добавки, то он носит название «высоконаполненный». Когда состав заливается в чистом виде, его название тонкослойный. Полимерный бетонный пол своими руками. Инструменты для монтажа наливного бетонного пола. Емкость для смешивания раствора. Игольчатый валик. Широкий металлический шпатель. Скотч. Шуруповер с насадкой миксер. Уровень. Смесь потребуется приготовить, так как в продаже она всегда продается в виде двух компонентов. Смешивают раствор непосредственно перед применением. Этапы работ Устройства полимерного бетонного пола начинают с подготовки поверхности. От качества этих работ зависит длительность эксплуатации готового пола. Если пол деревянный, то его следует отшлифовать и просушить. Далее все швы между досками заполняют герметиком и грунтуют. Также важно проверить прочность крепления досок, чтобы они не ходили под ногами и отсутствовал скрип. Бетонное основание, если оно старое, ремонтируют при помощи герметика, которым заполняют все щели. Если его поверхность слишком сильно повреждена, то рекомендуется снять верхний слой и зашлифовать. Из-за высокой пористости бетонного основания его грунтуют в любом случае. Для набора максимальной прочности во время работ надо соблюдать температурный режим от 5 до 25 градусов Цельсия. Приготовленный раствор не должен содержать пузырьков воздуха, быть равномерно перемешанным, а по консистенции напоминать кефир. Работать с ним следует быстро. Поэтому, пока один выливает раствор на основание, второй сразу же распределяет его по поверхности широким шпателем. Передвигаться по свежезалитому полу надо в специальной обуви с высокими шипами. Умельцы делают их самостоятельно, прикручивая к старой паре обуви по обрезку доски с гвоздями. После заливки участка его обрабатывают игольчатым валиком в течение 30 минут, чтобы удалить все пузырьки воздуха, которые неизбежно образуются при наливании. Через 30-40 минут наливной пол схватится и довести его до ума уже не получится. В среднем расход сухого состава составляет 1,5 кг на метр квадратный. Это толщина слоя 10 мм. Совет. При работе с наливным полом присутствуют вредные испарения. Поэтому работать рекомендуется в средствах индивидуальной защиты. Кроме того, в помещении должна быть обеспечена хорошая вентиляция. Это ускорит испарение смол и скорость схватывания пола. По истечении трех суток заливают финишный слой, толщина которого составляет всего 2-3 мм. Когда он наберется прочности, по желанию его можно обработать полиуретановым лаком. Это нужно не только для красивого внешнего вида, но и для лучшей стойкости к химическим составам. Застывший пол является прочным основанием, но его нередко дополнительно декорируют рисунком. Его распечатывают в масштабе 1 к 1, укладывают на пол и заливают прозрачным слоем наливного пола. Промышленный бетонный пол своими руками Сначала требуется ознакомиться с проектом пола, в котором должны быть данные о расположении деформационных швов, а также оценка характеристик грунта, а точнее степень его уплотнения, которая должна быть не менее 0,99. Это предотвратит растрескивание и разрушение бетонной площадки при возможной просадке земли. Если плотность недостаточная, а времени откладывать строительство еще на год нет, то поверхность утрамбовывают катком или виброплитами. Затем делают песчаную подушку толщиной 15-20 см. Перепад высоты можно определить при помощи лазерного уровня. Он не должен превышать 5 см. Если заливают поверх старого бетонного основания, то предварительно нужно убрать все выпирающие металлические или деревянные элементы. Если есть крупные щели или трещины, их заливают бетонной смесью и выравнивают. Правильная толщина бетонного пола влияет на его долговечность. Нередко на этом этапе строительство экономят. Это приводит к последующему трещеобразованию и разрушению. Есть общие рекомендации, при которых толщина заливки на уже существующую старую бетонную плиту не должен быть менее 10 см, а на грунтовые основания – 15 см. Так как производственные площади всегда больше, заливают их отдельными участками, вследствие чего образуются швы. Главная их опасность – неравномерное проседание грунта и образование перепадов по высоте в этих местах. Поэтому располагать их желательно в зоне стеллажей или зон, где не предусмотрено активное движение и пользование погрузчиками. Также размер заливаемых участков зависит от расположения несущих колонн, которые чаще всего составляют 5-6 метров. Заливать участок надо полностью, нельзя оставлять его недоделанным до следующего дня. Далее укладывая слой ПВХ пленки, она предотвратит утекание цементного молочка из бетона в грунт, а при заливке на уже существующее бетонное основание разделит новый слой от старого, тем самым предотвратит возможное растрескивание из-за неравномерной усадки отдельных участков. Также важно создать эффект плавающего пола, чтобы пол не деформировался при линейном расширении бетона под воздействием температур. По всему периметру примыкания к фундаменту и коммуникациям прокладывают слой пенопласта или изолона толщиной 8-10 мм. Далее устанавливают по отметке частового пола направляющие. Лучше всего использовать специальные металлические направляющие, которые могут быть съемными или несъемными. Так как их выпускают в большом ассортименте размеров, подобрать их под нужную проектную толщину не составит труда. Наиболее популярные несъемные направляющие для установки бетонного пола. Комбиформ Изготавливают из стали с перфорацией для облегчения конструкции. Имеют полимерный оголовок. Монтируется эта рельса форма на подготовленную арматуре, посредством сварки. После затвердевания бетона деформационный оголовок снимают, и получившийся шов заполняют герметиком. Hc, омега или дельта. Это жесткое металлическое направляющее, которое оставляется в растворе, имеет деформационный шов. Также приваривается к арматуре. Три форм. Бетонная направляющая имеет высокую жесткость. Это гарантирует отсутствие прогиба при заливке раствора. В качестве съемных направляющих можно использовать швейлер или металлическую трубу. Их располагают по краям участка заливки, а после затвердевания залитого участка удаляют. Такие зазоры между участками создают усадочный зазор. Направляющие, которые расположены вдоль стен, убираются сразу, пока раствор мягкий. Если проект предусматривает, то на этапе монтажа направляющих также устанавливают лотки для слива воды, люки для колодцев и т.д. Далее идет этап армирования. В зависимости от требований к несущим способностям, указанном в проекте, армируют бетонные пол металлическими сетками, фиброй или вяжут объемный каркас. Нередко фибру используют не как самостоятельное армирование, а для дополнительной прочности к металлическому каркасу. Советы по выбору армирования Готовую сетку выбирают для зон с невысокой нагрузкой, например, пешеходных зон или парковки легковых автомобилей. Монтаж производится с нахлёстом в одну-две ячейки и закрепляют проволокой. Объемный каркас выбирают для наибольшей прочности, диаметра металлических или стеклопластиковых прутьев соответствует расчетной прочности конкретного пола. Располагаться они должны в толще бетона, не касаясь основания. Для этого располагают их на специальные опоры лягушки. Все прутки связываются между собой с минимальным нахлёстом в 20 см. Стальная фибра для армирования значительно сокращает трудозатраты и стоимость бетонного промышленного пола. В среднем ее расход составляет 30-35 кг на метр кубический бетонного раствора. Добавлять ее надо перед укладкой уже на стройплощадке. Фибру добавляют в автомиксер и тщательно перемешивают. Этот способ подходит только при использовании бетона высокого качества и тщательно подготовленном песчаном основании. Бетонный раствор подают посредством насоса из автомиксера. Заливка карты должна производиться в один прием. Для достижения высокой прочности верхнего слоя в бетон не рекомендуется добавлять противоморозные добавки. Когда вся карта заполнена раствором, ее уплотняют и выгоняют пузырьки воздуха посредством специального оборудования, например, виброреек. Наиболее тщательно это делают вдоль стен и опорных элементов. Всю площадь заливки требуется пройти не менее двух раз. После заливки всех карт раствор оставляют на 3-4 часа для схватывания. В дождливую или холодную погоду это время может увеличиться. И начинают заглаживание бетонной поверхности специальными машинами для бетонно-отделочных работ. Чтобы убедиться, что можно начинать работу, надо наступить на бетон. След от ботинка должен углубляться на 2 см, но не более. Совет. Иногда для отделки используют более быстрый метод в вакуумирующем оборудовании. Но этот способ может дать слишком большую усадку, поэтому рекомендуется дождаться естественной выдержки бетонного раствора. Бетонно-отделочные машины для механической обработки бывают компактные, ручные или самоходные. В обоих случаях применяются зачистные диски. Пройдя всю площадь на малых оборотах, по поверхности равномерно распределяют упрочняющий минеральный состав, рекомендованный расход которого составляет 5-9 кг на метр квадратный. Его оставляют для набора прочности. Увлажнять его нельзя. Всю необходимую влагу он должен взять из бетонного пола. Как только он потемнеет, можно приступить к дальнейшей машиной затирки. Как только работа закончена, сразу же распределяют оставшуюся половину упрочнителя и также ждут набора прочности и потемнения. По окончании затирку проводят несколько раз, меняя направление движения. Для набора максимальной прочности верхним слоем его затирают лопастями, которые сначала ставят с небольшим углом наклона и по ходу работы постепенно его увеличивают. В итоге получается гладкая поверхность. При затвердевании бетона важно, чтобы влага не испарялась из него. Для этого используют силлер, состав, способствующий влагоудержанию. Он продается в жидком виде и наносится валиком. Для удешевления можно просто всю площадь накрыть пленкой. В жаркую погоду рекомендуется дополнительно смачивать поверх пленки раз в день. Когда бетон схватится, по свежему покрытию делают штробы алмазным диском, перпендикулярно холодным швам. Они будут выполнять функцию термоусадочных швов. Их глубина составляет 1,3 от толщины заливки. В шов укладывают сфенинный полиэтилен. Его толщина должна быть немного больше ширины шва. Его утрамбовывают на глубину 1 см. Затем оставшееся пространство при помощи пистолета заполняют герметиком. Советы Важно использовать сухой упрочнитель для промышленных бетонных полов. Благодаря составу с высококачественным цементом, покрытие обладает высокой износостойкостью и низкими водопоглощающими характеристиками. При использовании упрочнителя надо быть готовым, что после его высыхания на поверхности могут образоваться микротрещины из-за усадки, но никак не влияет на качество пола. Покрытие полубетоном – это экономически выгодный вариант напольного покрытия для любых помещений – от квартир до производственных площадей. За невысокую цену получается по-настоящему прочное покрытие, которое можно декорировать любым напольным материалом. А на этом на сегодня все и если вам понравилось видео ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео в соц сетях.